Под обстоятельствами, братья и сёстры. И это Бог делает для того, чтобы церковь увидела, в каком она состоянии. Чтобы мы захотели больше помышлять о горнем, чтобы мы, как Павел, могли сказать, желаю выйти из тела и во дворица в Господа. И когда смотришь на церковь в таких обстоятельствах, то ты видишь моменты в жизни многих людей, в своей жизни, в жизни окружающих. Ты видишь, насколько слабла церковь духовно. Насколько эти обстоятельства, в принципе, нужны были для церкви. И когда мы смотрим на Евангелие, то все помнят этот текст. Текст, который сказал наш Господь Иисус Христос, когда проповедовал Слово Божие, Он сказал, не бойтесь убивающих тел, в душе же не могущих повредить, но бойтесь того, говорю вам, кто и душу, и тело может погубить геемию. Ей, это слово Ей, оно такое, знаете, восклицание. Ей, того бойтесь. Это призыв, братья и сестры. И это показание того, и это показание того, что у человека есть тело и есть душа. Как один неверующий человек мне сказал, вот это я душа, ты бачивый. Ну, есть внутри душа, в теле. Душа это личность, братья и сестры. Это ты и есть. Это я и есть. Это душа. Тело это не душа. И братья и сестры, когда Христос говорит этот текст, Он показывает, что есть душа, ты и есть ты. Две составляющие человека. Некоторые являются трихотемистами, потому что они верят, что человек состоит не из души, а из тела, из души, из тела и из духа. Совершенно верно. Ну, это кому как. Потому что я знаю многих серьезных братьев, которые являются трихотемистами. Есть большое количество, которые просто трихотемисты объединяют душу и дух, в одно составляющее человека. Вот и все. Все просто. И когда мы читаем 8 глава Римлянам, там очень интересный текст написан. Он говорит, «Итак, нет ныне...» 8 глава Римлянам, послание апостола Павла с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, а по духу. И речь не идет о качестве жизни. Понимаете? Есть качество. Ну вот человек пришел в церковь, допустим, ну он слаб духовно, он еще не усвоил многих истин, у него еще маленький опыт очень духовной жизни. И он где-то в каких-то моментах он ведет себя так, по-плоцки, скажем. По-немощному, по-младенчеству, лучше сказать. Речь вообще не будет. А есть люди зрелые, да, у них духовные поступки, у них духовные анализы, они больше видят, у них больше опыт. Они больше прилеплены к Богу, они любят Бога. И здесь, когда он говорит, что нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, он не имеет в виду качество жизни. Что это значит? Жить по плоти и жить по духу, братья и сестры. Человек состоит из души и тела. И когда человек находится в состоянии грехопадения, а Библия учит, что в этот мир никто не приходит святым, и даже когда люди пытаются убедить нас, что в чем дети виноваты, дети виноваты в ваших грехах. Дети виноваты в том, что вы носители греха, вы передаете его генетически, вы делаете грешников, вы рождаете подобных себе. Давид об этом конкретно говорит. Он говорит, может ли от нечистого родиться чистый, или от грешного праведа. И поэтому, когда мы смотрим на состояние любого человека, мы понимаем, что человек грешен, а это значит, братья и сестры, смотрите, все, что божественно, все, что духовно, все, что любовь, все, что красота, и лишено, отделено от него. Это как стена, это как какой-то забор между человеком и Богом, грех между человеком и Богом. И что происходит? Смотрите, душа, которая в человеке, она Бога не знает вообще. Она предполагает, что Бог где-то есть, но у нее нет ни знания, ни откровения. Вы понимаете, что знание о Боге, это откровение, это Божий дар. Знать, что Бог есть, это не откровение. Ты хорошо, он говорит, делаешь, что веруешь, что Бог един, но это не откровение. Откровение, это когда человек познает Бога через Евангелие. Это откровение, когда Дух Святой входит в сердце каждого верующего человека и наполняет его глубоким, точным осознанием и пониманием того, что Бог со мной. Он не где-то в небесах, а он со мной. Он здесь, он в духе. И что происходит с неверующим? Стоит этот забор, эта душа, которая не знает Бога, она живет без знания о Боге, без знания о вечности, без знания о том, каким Бог является и что он дает, и какой план он имеет. Она вообще ничего не знает. И эта душа, находясь в теле, она думает, что жизнь – это тело. И поэтому, когда мы доходим до вечности, люди плотские, которые живут не по духу, они заявляют нам, какая вечность, какие небеса. Два куба сверху и конец. Почему? Это не просто слова, братья и сестры, это исповедание души о том, что жизнь – это тело. Она другого не знает. Она живет в этом теле, она скорбит в этом теле, она служит этому телу, потому что ничего другого у нее нет. Она в тюрьме сидит. Она удовлетворяет этому телу любыми путями, лишь бы забить мрак грехоподелия. Она использует наркотики. Братья и сестры, что это? Алкоголизм, наркотики и все остальное – это способ забить пустоту, heavy, о которой Экклесиаст говорит суета, сует. Слова Экклесиаста говорят о полной пустоте после грехоподелия. И он говорит все о суетах. Суета – это пустота. И все эти методы, знаете, гульба, веселье, наркотики, алкоголь – это всего лишь способ, попытка. Это не способ, это попытка залить пустоту, отсутствие Бога какими-то ощущениями, чувствами и удовольствием. И эта душа, она живет в тюрьме, братья и сестры. Она там страдает, она там томится, ты ей про Бога, она лелеет свое тело. Кто-то находит удовольствие в материальном служении себе самому. Понимаете, о чем это? Да? Чтобы у меня была дорогая машина, дом, чтобы я ходил весь в золоте и тому подобное, чтобы у меня телефон за 40 тысяч был. Это все служение плоти и себе самому. И поэтому, когда мы говорим о жизни по плоти и о жизни по духу, к чему мы приходим, братья и сестры, мы приходим к Евангелию. Потому что этот забор, который отделяет полностью человека от Бога, эта дверь, которая дает человеку возможность выйти в свет Божий, выйти и увидеть Божью славу, его красоту, его слово, его дух, его радость испытать, это Христос. Он говорит, я дверь в косы. Он открывает по сути этот забор, он открывает эту комнату, эту мрачную комнату грехопадения. Это мрачная комната грехопадения, в которой находятся все живущие. Поэтому те, кто еще не покаялся, вы должны понять, что единственный способ оправдаться перед Богом, потому что здесь написано нет никому никакого осуждения, которые во Христе живут по духу, единственный способ это покаяться. Бог платит за наши грехи, Бог убирает стену, Бог открывает дверь, из которой, из положения, из которого никто выйти не может, никто, братья и сестры, и вы этому свидетели. Сколько раз вы свидетельствовали, сколько раз вы убеждали, сколько раз вы становились на колени за них. И что? И что? В конце концов, ничего. Потому что Бог открывает эту дверь через Евангелие. Мы только проводники, мы сосуды. Мы должны проповедовать Божье Слово и говорить, Иисус умер за грехи наши по Писанию и воскресли. Это самая главная вещь, которую можно проповедовать. Ее можно проповедовать вечно. Почему? Потому что ангел, который в откровении держал в руке Евангелие, что он говорит, оно вечное. Это вечное Евангелие. Оно вечно будет прославлять Сына. Поэтому, братья и сестры, живущий по духу человек, это человек, который открыл эту дверь с Божьей помощью и вышел во свет. вечно. Поэтому Павел везде нас убеждает. Вы перешли от смерти куда? Жизнь. Бог извлек нас откуда? Из тьмы в чудный свой свет. Это чудный свет. И чем больше ты в Боге, чем больше ты познаешь насколько велик Бог, я верю, что Бога можно познать настолько, что война будет не война. Будешь служить, будешь делать то, что должен, но бояться не будет. Я верю и этому свидетель Павел, потому что он говорит совершенная любовь изгоняет страх. Представьте, там нет страха. Когда Поликард вышел перед этой римской сворой, он никого не боялся, 86 лет человек. Он отрекся публично от всех этих атеистов, по сути, плюнув императору в лицо и умер мученицкой света. Что боялся этот человек? Ничего. Ничего. Потому что он знал, кто такой Христус. Поэтому, братья и сестры, смотрите, что происходит. У человека есть душа, у человека есть тело, и есть душа, которая находится в рабстве у тела, и она служит телу. Она плоская, она ничего не понимает о Боге. Она идет своим путем, ей дороже, даже в отношении Бога она готова создать свое мировоззрение удобное. Не слово Божье, а свое мировоззрение. У них своя точка зрения на Бога, и она не библейская, она не истина. Почему они так делают? Потому что душа понимает, что Бог есть. Но жить она по-божьему не хочет, потому что она не знает, кто такой Бог. Она служит телу. И что происходит, братья и сестры, в момент, когда человек кается перед Богом во Христе, открывается дверь, и сердце человека наполняет Святой Дух. В этот момент человек познает Бога по-настоящему. Он начинает знать, кто такой Христос и кто такой Бог. Он начинает видеть его величие, его красоту, утешаться и радоваться в Боге. В этот момент происходит самое главное, душа начинает жить не по плоти, а по духу. Представьте, раньше она была рабой, которую погоняла тела своих интересов. Так, встречайся с тем, ходи туда, пей то, кури это, это все плоти. А тут что происходит, братья и святые? Душа познает Бога, душа понимает вечность Христа, душа понимает прощение грехов, душу просвещает Дух Святой настолько, по сути, в момент уверенования, Дух Святой берет душу в свои руки, братья и с и она уже не раба. И тогда душа начинает господствовать над телом. Она знает волю Божью, она получает силу от Бога и она начинает жить по духу. Все остальное это и есть истинная христианство. Это не посещение собраний, хотя это тоже христианство. Это не песни, это не проповеди, это жизнь по духу. Это поклонение в духе и в истине. И когда это происходит, братья и сестры, душа, она знает своего царя, и она начинает служить другим интересам, и она начинает давить на плод. Если человек через Евангелие примирился с Богом, и он возрожден, значит он спасет. Если он живет по духу, братья и сестры, разве мы не видим результаты в нашей жизни, в жизни по духу? Мы видим, когда человек кается, мы способны многое различать, собрание же не обманешь, церковь не обманешь, она все видит, она видит, как ты каешься, как ты живешь, что ты делаешь, церковь это очень прозрачное место, как бы ты не хотел себя завуалировать, это очень прозрачно, это как в аквариуме рыбки, такие красивые плавают, но все видно, и так и видно, и с этой стороны, и с той, так и мы в церкви, поэтому когда мы говорим о жизни души, то мы приходим к тому, что или душа находится в рабстве, или душа служит Христу, и тогда тело начинает служить Богу, смотрите, как Павел говорит, умоляю вас братья, милосердием Божьим, Бог оправдал мои души, представьте кого, что тела, душа, она уже все, она на троне, она со Христом, она может давить, она может говорить, нет, вот воля Божьей, нет, так не будет, если так есть, она поставит тебя на колени, ты будешь молиться, она не сможет жить по-другому, она будет жить по-другому, и если эта душа живет по-духу, то тогда эти слова актуальны, братья и сестры, не бойтесь убивающих тела, не бойтесь, это сложно, но я понимаю, что я жить хочу, как бы у меня есть жена, двое детей, один вообще еще не пришел в этот мир, хотелось бы как-то увидеть, но я понимаю суть вопроса, что может быть по-разному, может быть по-другому, и поэтому Христос говорит, не бойтесь, потому что это всего лишь конец временной материальной жизни и конец рабства, тело по-сути обременяет душу, и когда душа прославится и тело прославится, братья и сестры, это будет совсем иной порядок существования, это то, куда мы идем, братья и сестры, это то, где мы будем, и Бог обещает это безусловно, Он клялся самим собой, Он клялся самим собой, что Христос священник, я буду в вечности, только поверив в Евангелие Иисуса Христа, только поверь, и поэтому Христос говорит, не бойтесь, убивающих тело, в душе ничего, вообще ничего не могут сделать, потому что душа такая субстанция, до которой никто, кроме Бога, добраться не может, никто, она или во власти сатаны, или во власти Бога, среднего нету, я и с Богом, и такого нет, ты или в мире, или ты ведешь плотскую жизнь, или ты живешь по духу, для Бога, для Христа, и это будет вечным, поэтому Христос заявляет, и бойтесь, а потом говорит, бойтесь того, кто и душу, и тело может погубить в гиене, о чем текст говорит, смотрите, братья и сутры, многие грешники уже отошли в вечность, так, ну, то есть, их тело рассоединилось с душой, и на похоронах это очень часто видно, надо, ты приходишь, ты сможешь, футляр, и такого же вида, не свежий, ну, как бы пожилой, старый, ветхий, как хотите можно назвать, и ты понимаешь, пусто, дом пустой, ничего нет, или душа преисподнена, и что Христос проповедует в Евангелии от Матфея, Он говорит, что будет воскресенье, когда праведники воскреснут для жизни вечной, а нечестивые воскреснут для суда, для гнева, представьте, что такое, ты умер, твоя душа попала, увидела реальность ада, потому что люди будут в мучении сразу, после смерти, и потом Христос говорит, что будет воскресенье, помните, когда в откровении Иоанн видит картину великие белые престолы, и смерть, и ад отдали мертвых, то есть, поскольку душа оскорбляла Бога своими грехами в теле, Бог подымет и то, и призовет и другое, и поэтому, когда Христос говорит, что бойтесь того, кто и душу, и тело может погрузить в гений, Он говорит о мощи и силе Бога, который создал всю, что для Создателя соединить твое тело, которое Он питал, Он создал, Он живил, это Христос, братья си, нужно понимать, что Он источник всего, все, кто сейчас воюет, солдаты, все живут и все ходят по Его воле, Бог убирает руку и все замирает, я, Христос говорит, будь, истина и жизнь, Отец дает всему жизнь, и когда в Откровении они поклоняются Ему, все небеса, они говорят, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворил, существует и сотворил, оно существует по Его воле. Поэтому, братья и сестры, когда Христос говорит, бойтесь того, кто и душу, и тело, Он говорит о последнем суде и о воскресении мертвых, Он говорит о том, что Бог подымет каждого грешника, который своей жизнью хулил Бога, исполняя желание плоти и помощи, кто шел за плотью, кто ненавидел благодарность Богу, кто на Евангелии говорил, что у тебя шизофрения, ты веришь в непонятные вещи, все предстанут перед Богом. Бог, написано, братья и сестры, это пассивный глагол, что это значит, это значит, что Бог притащит их в носу, представь, даже те, кто не захочет туда идти, они придут, они воскреснут по Его воле и все будут стоять перед великим белым престолом. Слава Иисусу Христу за то, что мы там стоять не будем никогда. Верующий в Сына имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Не бойтесь убивающих тело. Хочется молиться, потому что мы понимаем реальность вопроса. И мы понимаем, что мы немощны в этих вопросах. Поэтому, когда такие обстоятельства приходят, они помогают тебе осмыслить твою веру и то, насколько ты мощно стоишь на обетовании. И они показывают твою слабость. Насколько ты слаба, насколько ты проседаешь в этих обетах. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь укрепит нас, чтобы не было страха, чтобы было больше молитвы. Через молитву все это приходит в жизнь. Чтобы мы изучали Божье Слово, потому что не бояться смерти, это прямо пропорционально знать Бога. Насколько больше я знаю Бога, насколько больше является Его слава для меня через служение Духа Святого, тем меньше я боюсь. Тем меньше. И именно для этого дам Дух Святой Церкви, братья и сестры, чтобы и Сын, и Отец прославить. Ему с Отцом и Сыном одинаковые поклонения и одна слава. Поэтому пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы дойти до этой точки. Чтобы, я понимаю, пугает много, переживаний много за детей, за семью, за родных, за близких. Люди неадекватно себя ведут. Мы понимаем, что они неверующие. Когда они напиваются, они способны стрелять в кого угодно и где угодно. Но суть вопроса от этого не меняется. Бог дал обетование, братья и сестры. Причем тут русские солдаты? Бог дал обетование. Бог обещает и говорит, ты будешь жить вечно. Никто не навредит твоей душе, душе никто, только тел. Но Бог восстановит и то, и другое. Написано в Фессалоникийском, что сначала мертвые во Христе воскресли, потом мы изменим. Поэтому актуально помышлять о горнях таких обстоятельствах. И, конечно, добиваться того, чтобы действительно бояться больше Бога, нежели обстоятельств. Бояться больше Бога, нежели обстоятельств. А те, кто еще не живет по духу, то, ну, друзья, вам что там, что там. Вы вообще в проигрышном варианте, что там, что там. Что так убьют в аду, что так убрешь в аду. Поэтому Бог повелевает покаяться, исповедовать Христа. Покаяние для меня... Раньше я радовался, человек каяться. Я и сейчас радуюсь. Но когда я вижу, что это покаяние, это исповедание веры, что этот человек искренне верит в то, что он грешник, и что Иисус умер за его грехи, ну, это ободрение. Это то, что исходит от Бога, и то, что Бог повелел всем живущим. Не предложил, не альтернатива какая-то для жизни. Это повеление хозяина, господин, который дает нам жизнь и дыхание, и все. Слава Богу за то, что у нас есть возможность собираться. Лично для меня это большое ободрение. Быть среди вас и быть среди собраний. Так заповедано Богом, чтобы мы собирались постоянно. И написано, не оставляйте собрания ваше. И не бойтесь убивающих тело, в душе же немогущих полыбить.